здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас на семейном канале делаем вместе своими руками с вами андрей и наталья я чаще всего шью а наталья плетет и декорирует некоторое время назад мы сняли подробное видео о том как сделать джинсовую аппликацию небольшого вечернего городка из маленьких домиков этот ролик вы и сейчас можете найти на нашем канале ссылку на него оставлю в описании под видео на самом деле все просто берем кусочек джинсовой ткани 41 на 27 сантиметров рисуем небольшой набросок чтобы определиться с композицией будущей картинки потом нарезаем лоскутки ткани согласно эскизу нарезали и разложили лоскутки по основе прошили края лоскутных домиков на швейные машинки по большому счету это все есть конечно некоторые тонкости но мы о них уже рассказывали в том самом видеоролике и так для изготовления сумки берем картинку аппликацию для второй стороны сумки нам нужна джинсовая ткань точно такого же размера поскольку целого куска ткани у нас не нашлось мы сделали вторую сторону сумки из четырех лоскутков взяли и просто шили четыре джинсовых обрезка между собой а потом обрезали их в размер полотна аппликации обрезали все лишнее вторая сторона будущей сумки соответствует размеру 1 теперь чтобы подружить лоскутки между собой обработаем швы мелкой наждачной бумагой зернистость шкурки у нас 180 этого вполне достаточно после обработки наждачной бумагой прополощем заготовку прохладной воде вот таким образом мы выделили швы на джинсовой ткани швы раскрыли и загладили две боковинки сумки у нас есть теперь нам нужна подкладка для подкладки мы выбрали вот такой материал и уже вырезали из него два лоскутка по размеру заготовок боковинки и их подкладку пока отложим в сторону так как мы хотим придать нашей сумке объем вырежем из джинсовой ткани две полоски чтобы не промахнуться с длиной мы вырежем полоски немного длиннее нужного оба лоскутка у нас 48 сантиметров длиной и 10 шириной джинсовым полоскам также вырежем два лоскутка на подкладку соответствующего размера теперь для того чтобы наша сумка могла держать форму между джинсовой тканью и подкладкой необходимо добавить наполнитель берем полоску джинсовой ткани и к лицевой стороне прикладываем подкладку а потом прошиваем край прямой строчкой и обрабатываем его сигзагом чтобы ткань не махрилась прошили край и загладили шов выворачиваем заготовку наизнанку и вкладываем серединку наполнитель в качестве наполнителя мы используем синтепон или фетр в этот раз добавляю фетр чтобы добиться нужной толщины выкладываем фетр в два слоя наполнитель вырезаем с таким расчетом чтобы оставить место для швов иначе наполнитель попадет в швы и они будут слишком объемными уложили наполнитель скалываем получившийся сэндвич в лавками чтобы ткани не съехали и заготовку было удобнее простегать вот мы простегали обе заготовки и обработали их края простым зигзагом думаю что этой плотности материалом будет вполне достаточно теперь сделаем простенькие ручки для нашей сумки и начнем собирать всю конструкцию вырезали из тех же старых джинсов две полоски 70 сантиметров длиной и 8 шириной технология очень простая складываем полоски пополам лицевой стороной вовнутрь проутюживаем а потом прошиваем прямой строчкой по краю прошили полоски прямой строчкой и обработали их края простым зигзагом теперь берем и выворачиваем будущие ручки на лицевую сторону для выворачивания ручек используем карандаш или палочку так удобнее берем и просто проталкиваем ткань вывернули ручки теперь проутюжим и прошьем прямой строчкой на ширину лапки проутюжили и прошили обе ручки ширина ручек у нас получается 3 сантиметра теперь будем пришивать ручки к боковым заготовкам примеряем ручки заготовки определяемся с местом их крепления потом прикладываем поверх ручек подкладку лицевой стороны к лицевой и прошиваем по краю прямой строчкой проложили строчку таким образом мы зафиксировали ручку и подкладку выворачиваем заготовку проутюжим шов и прошьем заготовку по верхнему краю чтобы подкладка не съехала прошили одну боковую заготовку и обработали края зигзагом теперь по той же технологии соберем вторую боковую заготовку с той лишь разницей что прежде чем пришить подкладку к ней пришьем небольшой накладной карман и только потом пришьем подкладку к боковой части карманчик пришили берем джинсовую основу и ручки и к ним пришиваем подкладку с карманом собрали вторую боковую часть сумки теперь можно собрать всю сумку у нас получается 4 детали две простеганные полоски и две половинки конструкция очень простая пришьем простеганные полоски к боковинкам таким образом чтобы швы у нас оказались внутри сумки пришили детали друг к другу прямой строчкой вот так это выглядит зашитый внутрь фетр помогает сумке держать форму пришивать детали начинали сверху и остановились на середине сумки обрезали лишний материал и сшили концы деталей между собой вот так выглядит лицевая сторона сумки вот так снаружи смотрится средний шов на мой взгляд очень простая конструкция тут даже ошибиться негде если что-то пойдет не так за счет среднего шва можно все это компенсировать теперь мы сделаем бейку из оставшейся подкладки и закроем ей все швы изнутри ну вот мы обработали все швы самодельной бейкой включая самый заметный средний шов вот так это выглядит меня принципе все устраивает теперь следующая наша задача пришить замок без замка на мой взгляд сумка будет не слишком удобный для того чтобы пришить замок нам понадобится 4 джинсовых лоскутка длиною 38 сантиметров и шириной 7 берем лоскутки подгибаем кромку и заглаживаем ее утюгом про учужили два лоскутка вкладываем замок между лоскутками и прошиваем прямой строчкой прошили а потом обрабатываем края лоскутков зигзагом чтобы ткань не махрилась теперь закроем торцы бейкой той же самой бейкой который мы обшивали сумку изнутри обшили края замка бейкой расстегиваем замок пополам берем одну половину определяемся с местом ее крепления и пришиваем замок к сумке прямой строчкой половину молнии мы пришли теперь переворачиваем ее и прошиваем с другой стороны таким образом мы замаскируем шов и дополнительно усилим крепление ручек прошили эту сторону крепления замка закрыли шов так выглядит намного лучше по такому же принципу мы пришили и вторую половину замка с другой стороны сумки теперь застегнем замок и посмотрим что получилось сумка довольно устойчивая и хорошо держит свою форму несмотря на то что она совершенно пустая вот так сумка выглядит изнутри пока мы еще не решили имеет ли смысл зафиксировать молнию чтобы она не разбиралась на две половинки принципе я доволен результатом надеюсь что супруге она тоже понравится вот такая забавная сумочка у нас получилось по моему довольно симпатично а на этом на сегодня все если вам нравится то что мы делаем подписывайтесь пишите нам мы читаем все комментарии всего вам доброго до свидания